Пам-пам! Всем привет, с вами Карина. Решила составить топ-игр, разработанных или изданных британской компанией Rare. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И да, в топе не будет Battletoads и RC Pro-M. Эти шедевры и так все знают. И на пятом месте A Nightmare on Elm Street. Группа подростков, преследуемая маньяком Фредди Крюгером, решает найти заброшенный дом 1428 на улице Вязов, который является логовом монстра, и разобраться с ним раз и навсегда. Четвертое место. Killer Instinct. Классный файтинг. В игре представлено множество приемов и комбинаций ударов на нескольких десятков за раз. Особые сверхмощные атаки, обманные приемы и маневры. Третье место. GoldenEye 007. Знаменитый фильм в виде 3D-экшена от Nintendo. Количество миссий велико и разнообразно. Их трудность зависит от выбранного уровня сложности. Графика и звук на выдающемся уровне, что делает игру одной из лучших на N64. Второе место. Snake Rattle & Roll. С технической точки зрения игра выше всех похвал. Графика, дизайн уровней и элементы ландшафта выполнены очень тщательно. Игра неординарная, просто великолепная. На первых уровнях стоит как следует привыкнуть к управлению, поскольку сложность в игре хардкорная. И на первом месте Conker's Bed for Day. У вашего героя был на редкость плохой день. Нажравшись до чертиков, он просыпается неизвестно где и в полностью разбитом состоянии. Естественно, теперь он должен сообразить, что надо делать, и вообще понять, в чем собственно дело. Игра получила большое количество хороших отзывов, со средним баллом в 92 из 100 на агрегаторе Metacritic. Большинство критиков назвало графику игры лучшей среди игр на Nintendo 6. Продолжение следует...